Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава книги Иисуса Сына Сирахова для библейского портала экзегет. Я читаю синодальный перевод. Предыдущая 17-я была очень интересной, и в ней зашла речь под конец о покаянии человека во грехах. Покаяние не как обряд, а покаяние как перемена жизни, как возвращение к Богу, как переоценка ценностей. Но это такие общие слова, разве нет? Что такое покаяние? Вот как человек себя ощущает перед Богом? Где критерии, чтобы покаяние состоялось, а не просто было провозглашено? Все вообще создал живущий во веки. Господь один праведен. Никому не предоставил он изъяснять дела его. И кто может исследовать великие дела его? Кто может измерить силу величия его? И кто может также изречь милости его? Невозможно ни умолить, ни увеличить, и невозможно исследовать дивных дел Господа. К чему здесь это заявление? Оно довольно банально звучит. Да, Господь все создал, и никто его не в состоянии ни судить, ни даже понять. А вот смотрите, что дает нам надежду на примирение с Богом. Собственно, покаяние есть примирение с Богом. А то, что пути Господни неисповедимы, неисследимы для нас, да? Он может все. Когда человек окончил бы, тогда он, Бог, только начинает. И когда перестанет, придет в изумление. Человек придет в изумление. Что есть человек, и что польза его? Что благо его, и что зло его? Число дней человека много, если сто лет, как капля воды из моря или крупинка песка, так малы лета его в дне вечности. Посему Господь долготерпелив к людям, и изливает на них милость свою. Вот почему покаяние вообще возможно. Вот он только что говорил долго и подробно, что человек отвечает за свои дела, что грешников ждет наказание, праведников ждет награды. Ну да, а где здесь место покаяния? Откуда мы вообще берем уверенность, что оно что-то изменит в судьбе человека? Он говорит, потому что Господь не просто всемогущ, но он непостижим. И потому что даже то зло, которое творит человек, это капля, это песчинка, это ничто в глазах Бога. И поэтому, когда человек уж слишком упирается в свою греховность и рвет на себя волосы, и кричит, что нет ему прощения, он тоже не прав, потому что перед Богом и это мелочь. И он волен это переменить. Посему Господь долготерпелив к людям, и изливает на них милость свою. Он видит и знает, что конец их очень бедствен, и потому умножает милости свои. Милость человека к ближнему его, а милость Господа на всякую плоть. То есть Бог нас жалеет, оказывается. Только что Сирах говорил, Сирах сокращенное название нашего автора, что Господь наказывает за вину, даже ненавидит грешника. Мы такое встречали. Я еще как-то вот не хотел это принять в буквальном смысле слова, хотя так сказано, да. И вдруг милость Господа на всякую плоть. Он жалеет любое живое существо. Он обличает и вразумляет, и поучает, и обращает, как пастырь стадо свое. Он милует принимающих разумлений, и усердно обращающихся к закону его. То есть Господь жалеет человека, и поэтому принимает его покаяние, но не как некую декларацию, а как перемену. Он хочет нас исправить. Очень важная мысль. А что же поможет в этом деле? Сын мой, при благотворениях не делаю упреков, и при всяком даре не оскорбляй словами. Вот, благотворение. То есть, ну, благотворительность это более узкое понятие, да, но, скажем так, делать добрые дела, это плод покаяния, это его свидетельство, это выражение этого самого покаяния. Но без упреков и без оскорблений, а то можно так, знаете, швырнуть копеечку, что тот человек лучше бы и не получал ее, ты его оскорбил больше, чем ему дал, да. То есть это еще и должно делаться с некоторой добротой, хотя бы без злобы, да. «Роса не охлаждает ли зной? Так слово лучше, нежели даяние». Как это слово лучше, нежели даяние? Если нищий просит ему, что доброе слово важнее, чем копейка, вообще-то да, потому что это отношение, потому что если ты рассчитываешь на милость от Бога, надеешься на нее лучше, скажем так, то оказывать милость другому человеку вполне естественный способ об этом Бога попросить. «Не выше ли доброго даяния слова, а у человека доброжелательного и то, и другое?» То есть слово не менее ценно, чем эта копеечка. «Глупый не милосердо укоряет, и подояние неблагорасположенного иссушают глаза». То есть сама по себе благотворительность еще не рецепт. Что еще помогает покаянию? Тут много всего будет дальше. «Прежде, нежели начнешь говорить, обдумывай, и прежде болезни заботься о себе». О, эпидемия, да, все знакомо. «Прежде болезни заботься о себе». То есть если ты беспечен, то ты заболеешь. Если ты не обдумываешь свои слова, то ты скажешь что-нибудь такое, что тоже пойдет тебе во вред. «Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость». То есть когда Господь посещает какими-то бедствиями или чем-то еще. «Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение. Не жди, пока все станет совсем плохо». «Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно. Ты обещал Богу, исполняй. И не откладывай оправдание до смерти. Не думай, что вот в смертный час ты все исправишь, можешь не успеть. «Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будет как человека, искушающий Господа». То есть молитва — это не что-то такое, что между делами, вот есть две минутки, помолюсь-ка я. Это некое особое состояние, в которое еще нужно войти. «Припоминай о гневе в день смерти, о времени отмщения, когда Господь отвратит лицо свое». То есть гнев в день смерти, время отмщения — то, что может постигнуть человека за его поступки, и то, что подвигает его, собственно, к покаянию. «Во время сытости, вспоминая о времени голода, и во дни богатства, о бедности и нужде, от утра до вечера изменяется время, и все скоротечно пред Господом». Вот наша жизнь, она полна разных перемен, в том числе не самых для нас радостных. «Человек мудрый во всем будет осторожен, и во дни грехов удержится от беспечности». И тут пошла уже такая бытовая мудрость, да, то есть во всем мера, все надо обдумывать. «Всякий разумный познает премудрость, и нашедшему ее воздаст хвалу. Рассудительные в словах и сами умудряются, и источают основательные притчи». Основательные притчи — такой немножко деревянный язык синодального перевода, но хорошо вот звучит основательные притчи, то есть какие-то обоснованные, а не просто красивые фигуры речи. У нас все продолжается тема, вот как жить внутри этого покаяния, как им заниматься, грубо говоря. «Не ходи вслед похотей твоих, и воздерживайся от пожеланий твоих. Не делай всего, чего тебе захочется. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехою для врагов твоих. Потворствовать своим хотелкам, значит, становиться мишенью для врагов. «Не ищи у веселения в большой роскошь и не привязывайся к пиршеству». С другой стороны, не делайся нищим пиршествую на занятые деньги, когда ничего у тебя нет в кошельке. То есть вообще есть у тебя деньги на пиршество, нет у тебя денег на пиршество, лучше ими не заниматься. Это не то, что тебе поможет. Вот умеренность, такой принцип добродетели, который, наверное, во многих культурах, да во всех практически есть, и здесь он есть, конечно, тоже. И дальше, 19-е, 20-е, там пойдут такие вот очень практические наставления. Вот это жизнь перед Богом, некая праведная жизнь. Без особого экстремизма, без каких-то вот там, знаете ли, прорывов к вершинам духовности. Просто вот правильная, хорошая жизнь. Как это? Это будут следующие главы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова